МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пыречкина. Сегодня в Чувашии большой спортивный день. В день в 18 часов состоится торжественная церемония открытия Ледового дворца. Жители республики путем интернет-голосования дали ему название – Чебоксар-арена. Уже с утра Чувашия встречает гостей. В республику приехали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка, чемпионка мира Европы Лена Бережная, призер олимпийских игр, чемпионка мира Европы Ирина Слуцкая. Сегодня глава республики встретится с прославленным хоккеистом. Прославленный хоккеист отметил, в Чувашии живут спортивные люди. Это понятно и по количеству призовых мест на соревнованиях различного уровня, и по количеству всевозможных спортивных объектов, построенных в республике в последнее время. Открытие Ледового дворца в Чебоксарах Владислав Александрович считает очень важным и своевременным. Сейчас, когда российский хоккей набрал силу, необходимо увлекать положительным примером как можно больше мальчишек. Я хочу поблагодарить за то, что действительно построили уникальный дворец. Я думаю, что это будет дворец здоровья, культуры, искусства и будет общение. Это многофункциональный дворец, который очень нужен для вашей республики. Почему? Потому что это действительно будет центр протяжения людей. Для меня, как президент Федерации хоккея, это двойной праздник, потому что как ребенок рождается новый хоккейный дворец, на котором, мы надеемся, появятся новые Овечкины, и Малкины, и Дацуки, которые прославят не только республику, но и прославят нашу страну на Олимпиадах, чемпионатах. Сегодня же Михаил Игнатьев и Владислав Третьяк вручили ключи от новых школьных автобусов. Торжественная церемония прошла на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества в Чебоксарах. Здесь устроили грандиозный праздник. Побывал на нем и мой коллега Дмитрий Ковалев. Эти автобусы из Чебоксара отправятся в разные концы республики. Ключи от новых машин получают те школы, где автопарк не обновляли многие годы. Не хватает, не хватает, да. У нас был всего один автобус, сейчас второй автобус. Этот автобус очень необходим для наших детей, для выезжающих на экскурсию, в театры. Мы очень любим театры, посещаем их. Мы очень дети творческие у нас, поэтому любят очень искусство. Новые автобусы для школ республика закупает поэтапно. Миллиарды рублей выделяются и на модернизацию столовых, и на ремонт физкультурных залов. Для подрастающей нации в регионе стремятся создать подобающие условия. Ученикам это идет на пользу. Все больше ребят в республике голосуют за спорт. Еще одна приоритетная задача для властей региона – снижение детского травматизма на дорогах. В ближайшее время в республике закупят еще одну партию школьных автобусов. У нас всего 329 школьных автобусов. Ежедневно перевозят примерно 12500 школьников. Поэтому задача наша – вопросы безопасности все соблюдать. За это отвечают должностные лица общеобразовательных школ. С одной единственной целью – чтобы формировать культуру как пешеходов, так и водителей. Салоны новых автобусов оснащены всем необходимым. В этом почетные гости убедились лично. Здесь установлены удобные кресла и ремни безопасности. Легендарный хоккеист Владислав Третьяк отметил, что программа модернизации школьных автобусов – своевременный проект. С любовью мы всегда относились к детям, но сегодня и особо. Потому что мы хотим, чтобы тот провал, который в 90-е годы был, он действительно сказался на здоровье нашей страны. Сегодня мы это исправляем и занять физкультурой и спортом, и безопасность движения. Надо все сделать, чтобы действительно детство было безопасное, красивое, и чтобы дети наши получали удовольствие и радость от своей жизни. Ценные подарки на этой церемонии получили и талантливые ученики. Им вручили самокаты и новые велосипеды. Медрик Ковалев, Александр Петров. Республика. У каждого гостя спортивного праздника своя отдельная программа. До открытия Ледового дворца призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Ирина Слуцкая вместе с главой столицы Леонидом Черкесовым побывала в Чебоксарской средней школе номер 3. Здесь по случаю летних каникул устроили малоолимпийские игры. Не каждой школе так везет, чтобы спортивные состязания открывали такие почетные гости. Я вам хочу сказать, чтобы вы шли на каток и начали заниматься. Это действительно очень красиво, очень эстетично. И это действительно очень красивое будущее. Поэтому я вас всех поздравляю. Спасибо большое, что вы собрались сегодня здесь. Я смотрю очень много подрастающего поколения. Как раз тот возраст, когда можно вставать на конечки. Поэтому, друзья, спасибо вам. Спасибо за то, что меня пригласили. Встреча с ребятами вылилась в увлекательный диалог о спорте, о том, как стать чемпионом, что нужно делать, чтобы закалять характер. Послушать прославленную фигуристку пришли ребята из соседних пришкольных лагерей. Подробности в нашем вечернем выпуске. Молгород 2015 начал свою работу. Впереди участников 5 дней семинаров, лекций, мастер-классов, знакомств и общения. На площадке форума и в палаточные городки участников заглянули мы. Перед открытием над палаточными городками делегаций Молгорода 2015 собирались тучи, начинал моросить дождь. Но, как известно, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной. Форум проводится с 2009 года. И за это время его участниками стали 7 тысяч молодых людей. 2000 гостей-экспертов из 15 регионов России и 10 стран мира. Данный форум проводится уже седьмой раз. Здесь собрано более 800 молодых, активных, перспективных ребят со всей Чуваши. И не только. Здесь также есть молодежь из Астрахани, Татарстана, Воронежа, Саратова и из других городов. В образовательной программе 5 основных направлений. Государственное и муниципальное управление, экономика и предпринимательство, пиар и медиа, волонтерство и добровольничество, лидерство. Лозунг и главный хэштег этого форума. Люби Чуваши. Вы ждете этих счастливых, интересных дней. Вы неравнодушны. Вы ищете путь для самореализации. Вот я сейчас пообщался с ребятами, мне задавали они вопрос. Я тоже секрет раскрою. Вам нравится Молгород? Я говорю, не только нравится, я говорю, завидую вас. Хочется пожелать вам задора, бодрости, вдохновения, красивых улыбок. В том, что здесь действительно собрались неравнодушные молодые люди, гости смогли убедиться очень скоро. С одной из площадок форума их не отпускали больше часа. Молодежь интересовалась зарплатой госслужащих строительством детских садов, что подвигло Михаила Васильевича стать главой региона и даже непростой судьбой концерна тракторной заводы. Мы отслеживаем, мы стараемся влиять, но с другой стороны, даже в главной республике, в данном случае, к сожалению, полномочий власть есть, на коммерческие структуры очень мало рычагов, чтобы вмешиваться и в финансовые граждане. Поэтому меры принимаются, со стороны акционеров тоже меры принимаются. Чтобы задать вопросы на самые разные темы, экспертам и специалистам у участников будет пять дней. Впрочем, лекции, семинары – это только часть программы. В этом году у нас будет семь видов спорта. Это традиционно пляжный волейбол, пляжный футбол, стрельба из синематической винтовки, дартс, настольный теннис, мини-гольф и еще ночное ориентирование. А еще, кроме вообще спортивных каких-то мероприятий, у нас будет проходить очень много мастер-классов. Мы даже специально привозим для этого ринг боксерский. Каждый день у нас будет проходить определенный мастер-класс, допустим, по боксу, по кикбоксингу, по тайскому боксу. Но ребятам это интересно, и поэтому мы стараемся каждым годом все больше и больше каких-то федераций, спортивных федераций приглашать. Помимо всего прочего, мол, город – это жизнь в палатках, борьба с кровососущими насекомыми, полевая кухня, что для участников вовсе не неудобство, а скорее особая форма романтики. Мы будем спать на матрасах. Один матрас у нас дулся, и кто проиграет, сейчас вот будет спать на раздутом матрасе. Сумки стоят сбоку, все. Что у вас за игра? Кто должен проиграть и как? Кто первый раз цепит руку, тот спит на раздутом матрасе. Когда наступает вечер, и тогда начинается просто нечто. Нападают комары слева, справа, сверху, снизу, ты не знаешь, как их защититься. Вроде бы ты весь в кофте, но они кусают через кофту. Скажите, вы сейчас что делаете? Мы накачиваем матрасы. Что делать здесь планируете? Что делать? Получать знания, информацию новую какую-то, отдыхать. Это, конечно, в первую очередь, потому что тут природа. Ну и кормить комаров, что еще. Сегодня мы собираемся ужинать макаронами. По-флотски, да. Ладно, расскажите, как вы готовите, если у вас одни молодые люди? Как вы собираете жить пять дней? Одна девушка есть у нас? Не, не одна, больше. Полевая жизнь научит выживать как бы. Для кого-то этот, мол, город станет первым, а кто-то ждет этих дней. Весь год и живет от форма до форма. И тем и другим наша съемочная группа желает удачи. Ольга Пыречкина, Олег Якимов, Республика. В этом году столица Чувашия лидирует по строительству и реконструкции детских садов. Сразу три дошкольных учреждения войдут в строй действующих до конца 2015 года. Причем один после реконструкции, два возведенных с нуля. Председатель кабинета министров Чуваш Иван Моторин побывал на строительных площадках. Детский сад на 220 мест в микрорайоне Финская долина. Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Волжский 3 на 174 места. И здание под дошкольное образовательное учреждение на 185 мест. Строительство всех этих очень важных для Чебоксар объектов планируется закончить к ноябрю этого года. Побывали на трех объектах. Вы видели, что каждый из объектов в разной стадии строительства. Хотя, в принципе, контракты были подписаны в один период, в конце прошлого года. Видно, что сегодня в Волжском 3 все идет по графику. По объекту Финской долине на данном объекте необходимо нагонять график и уложиться в контрактные условия. Я думаю, что картина в ближайшие два месяца изменится. Мы увидим объекты в более равной готовности. Премьер-министр Чуваши отметил, что ни на одном из объектов нет проблем с финансированием. Самой сложной реконструкцией зданий вечерней школы под детский сад достался компании «Союзстроинвест». У фирмы довольно большой опыт переделки старых зданий. Каждый день строители решают новые задачи. В ходе выполнения реконструкции постоянно возникают изменения и неучтенные работы в проектной документации. Но данные вопросы мы решаем совместно с проектной организацией с заказчиком. Это те нюансы, которые возникают при реконструкции. Сейчас у нас идет заливка полов, влака лестницы, прокладка коммуникаций, внутренние сети проложены. В 7 утра и до позднего вечера. Таков график работы на этом объекте. Срок сдачи – ноябрь. Подрядчик уверен, в установленные сроки компания уложится. Уже в середине июня запланирован очередной объезд детских садов. И к этому времени картина на строительных площадках должна измениться в лучшую сторону. Юлия Важенина, Республика. Новые возможности для деловых людей. В Чебоксарском аэропорту открылся очередной авиарейс в Москву. Первых пассажиров в столицу провожали торжественно. А кому-то из них выпал и счастливый билет. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Зал ожидания Чебоксарского аэропорта на один час превратился в концертную площадку. Открытие нового рейса – событие по-настоящему значимое. Теперь самолеты, вылетающие из Чебоксар, будут приземляться не только в Домодедово, но и во Внуково. Этот борт отправляется в Москву полностью загруженным. Накануне были раскуплены все места. Взлетев в Чебоксарах в 7.30 утра, самолет прибудет в Москву через два часа. Полеты выполняются на лайнере французского производства АТР, который может вместить порядка 70 человек. Для первых пассажиров представители авиакомпании подготовили приятные сюрпризы. Руслан Гавриленко прошел регистрацию на этот рейс раньше всех. Чебоксарцу вручили сертификат на бесплатный полет. Чисто случайно. Просто зашел на сайт и купил билет. Мне сообщили, что я первый пассажир. Было очень приятно. По всей видимости, этот рейс будет пользоваться популярностью. Сейчас перевозчики сдерживают цены. Стоимость одного билета в эконом-класс пассажирам обойдется дешевле купейного места в поезде. Для того, чтобы снизить стоимость билетов, делается в авиации очень многое. Это топливная экономичность двигателей, комфортабельные салоны, малочисленные экипажи. И все это позволяет минимизировать стоимость билетов, что вполне доступно для сегодняшних жителей Чувашии. Для бизнесменов на сегодняшний день ключевым является экономия времени. Когда с бизнесменами разговариваешь, они сразу начинают уточнять, какие рейсы летают. И за сколько можно долететь до Чебоксара или из Чебоксара до Москвы. Когда им говоришь на поезде 19 часов, они вообще отказываются даже приезжать. А когда за полтора-два часа могут они прилететь и улететь, они выбирают прежде всего этот вид транспорта. Из Чебоксара московский аэропорт Внуково можно будет добраться не только в будни, но и в субботу. Из столицы республики недавно возобновились рейсы в Турцию и Санкт-Петербург. В период летних отпусков республики на авиаперевозке повышается спрос. Наш аэропорт успешно участвует в пилотном проекте региональных перевозок в Привозском федеральном округе. И в рамках этого осуществляется по три рейса в неделю в Самару и Уфу. Немалым спросом пользуются утренние и вечерние рейсы в Москву в аэропорт Домодедово. Не исключено, что в ближайшее время в Чебоксарах откроется и новый авиарейс в город Симферополь. Сейчас ведется поиск перевозчика. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Вадим Владимиров. Республика. К другим темам. Сегодня трудно представить многоэтажный дом без лифта. Но эти конструкции, как и все прочие, имеют свойство устаревать и ломаться. На помощь жителям приходит программа по капитальному ремонту. Четыре новых современных лифта появились в доме номер пять на улице Ахазова благодаря программе капитального ремонта в многоквартирных домах. Всего в 2015 году на эти цели запланировано 246 миллионов рублей. Опечатления здесь приятные, потому что я был здесь полтора года назад. Люди намного больше возмущались. Никакого благоустройства не было. Сейчас облик изменился в пользу жителей. Если лифты заменены, идет процедура оформления правоустанавливающих документов, примерно дома этому виду и этому облику должны соответствовать. На этот дом, если взять прошлый год и этот год, 8 миллионов рублей бюджетных денег вложено. Кроме этого, жители многоквартирных жилых домов по нашей программе капитального ремонта многоквартирных домов сами, как собственники, вкладывают соответствующие средства. 5 рублей 50 копеек за квадратный метр собственной площади ежемесячно вкладывают жители дома номер 5. Остальные средства добавляют в фонд капитального ремонта. Всего же на замену этих лифтов потрачено 4 миллиона 450 тысяч рублей. По конкурсной технической документации у нас было предложение. Лифты, значит, грузоподъемности должны быть не менее 320 килограмм. Подрядная организация, Карачаровский механический завод предложил 400-килограммовые, значит, грузоподъемностью, высокочастотными приводами дверей, антивандальные, значит, кнопки. И все должно быть, в общем-то, предусмотрено для мобильных групп населения. В общем, двери в лифты расширены по исполнению на 5 сантиметров. То есть это все сделано для удобства жителей этого многоквартирного дома. 25 лет – именно такой срок эксплуатации этого лифта. Что касается гарантии, то на само оборудование она действует полтора года, а на монтажные работы – 5 лет. Уже на этой неделе жители дома смогут пользоваться новыми лифтами. Всего же планом 2014-2015 годов предусматривалась замена 21 лифта в городе. Эти работы уже выполнены. В первой декаде июня все лифты будут включены. Юлия Вожинина, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. О медицине. В Чебоксары прибыл скальпель детских хирургов. О прямом и переносном смысле этого врачебного инструмента в следующем материале. Огромный скальпель из медицинской стали. Конечно, никого им не оперирует. Это специальный символ. Его уже более полувека передают из города в город вместе с правом проведения Всероссийской конференции по детской хирургии. В этом году скальпель в Чувашии означает, что впервые в апреле 2016 года столица республики примет у себя лучших детских хирургов и других медицинских специалистов со всей России и стран ближнего зарубежья. Решение о том, в каком городе будет проводиться, обычно принимается президиумом Ассоциации детских хирургов. И обычно выбирают город там, где наиболее динамично развивается детская хирургия. Мы одни из передовых в детской хирургии по продвижению самых новейших технологий, прежде всего эндоскопических вмешательств. И надо сказать, что мы, возможно, один из немногих регионов нашей страны, где подавляющее большинство операций делается без больших разрезов. Рядом со скальпелем значки с эмблемами студенческих научных кружков по детской хирургии тех городов, которые уже принимали у себя конференцию. Совсем скоро среди них будет и чебоксарский значок. Проведение конференции у нас означает, что принять участие в ней смогут сотни чебоксарских студентов мединститута. А некоторые окончательно решат стать детскими хирургами и реаниматологами. Впрочем, главная мечта, наверное, любого детского врача, чтобы у них было как можно меньше работы. Скальпели большей частью лежали без дела, и все дети были здоровы. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Бороться с киберпреступностью сотрудникам полиции теперь будут помогать интернет-провайдеры. Обе стороны подписали соглашение в МВД о сотрудничестве. В Министерстве внутренних дел отмечают, что в последнее время киберпреступность активизировалась. Выявляются факты взлома банковских карт, распространения во всемирной сети детской порнографии и экстремистских материалов. Полицейские не скрывают, что зачастую вычислить преступников сложно. Они изобретают новые способы мошенничества. Теперь на борьбу со злоумышленниками встанут те, кто во всемирной паутине ориентируется, как рыба в воде. Это соглашение интернет-провайдеры и полицейские планировали подписать давно. Воплотить идею в жизнь удалось представителям общественного совета МВД. Во время процедуры подписания документа стороны договорились, что приступят к совместной работе уже в ближайшие дни. За круглым столом они договорились составить памятки безопасного поведения детей в интернете. Дальнейшие действия на пути борьбы с киберпреступностью специалистам еще предстоит обсудить. И возвращаясь к главной теме сегодняшнего дня. Ледовый дворец Чебоксара-Арена, крупнейший спортивный комплекс, откроется уже сегодня, 3 июня, грандиозным ледовым шоу «Алиса» в стране чудес. Масштабные сооружения такого рода обеспечены целой системой безопасности. Таковы правила проведения любых мероприятий с участием большого количества людей. Перед входом в дворец установлены металлоискатели. Поэтому всем, кто хочет участвовать в открытии, лучше прийти заранее, примерно за час-полтора до начала шоу. Понятно, что не стоит брать с собой объемные сумки, лишние металлические предметы. Праздничная программа в честь открытия начнется сегодня в 16 часов на площади Ледового дворца. В 18 часов на главной арене стартует ледовое шоу «Алиса» в стране чудес с участием мировых звезд фигурного катания. Национальное телевидение Чуваши будет вести прямую трансляцию с открытия Ледового дворца. Это все новости, что мы хотели рассказать вам к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова